МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И мир о непобедимости фашистской армии, он был разбит в пух и прах. Ованес Баграмян, маршал СССР, дважды герой Советского Союза, участник Сардарападской битвы. 21 мая 1918 года младшему офицеру связи армянского эскадрона Ованесу Баграмяну был дан приказ идти на запад. В нескольких километрах от национальных казарм расположился вражеский гарнизон. Небольшая армянская церквушка на окраине станции была выбрана разведчиками как место первоначальной дислокации. Оттуда было решено осуществлять рейды в глубокий тыль. Но оказалось, что свято место пусто не бывает. В притворе церкви разведчиков ждал турецкий взвод, переодетый в русскую форму. «Скачите в полк, сообщите, вся территория Сардарапада взята под турецкий контроль. Обо мне не беспокойтесь!» Крикнул Ованес солдатам и уверенным шагом направился в сторону церкви. Турки оцепенели. К ним шел человек, одетый в русскую форму. «Может быть, все-таки он наш?» Когда расстояние сократилось до полусотни шагов, Ованес заговорил по-армянски и перекрестился. На что он рассчитывал, неизвестно. Но ему действительно удалось не только выбраться из перестрелки живым, но и вернуться в родной полк. «Пройдет время, и благодарный армянский народ впишет твое имя в славный ряд своих полководцев», скажет ему командир полка. «Иван Христофорович Баграмян. Звучит неплохо». «Иван Христофорович Баграмян».